Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет по книге Откровения Иоанна Богослова. Сегодня мы будем изучать 12 главу. Святые отцы выделяют основные темы этой главы. Здесь говорится о том, как явится жена, облеченная в солнце, которая в понимании святых отцов будет символизировать собою и Пресвятую Деву Марию, и всю Церковь Божию. Также в этой главе рассказывается о том, как сатана сброшен с неба за неподчинение Богу. На этом настаивает Викторин Петовийский. Далее Архангел Михаил с ангелами вступили в борьбу с дьяволом, согласно пророку Даниилу, а также Иезекиилю. Об этом рассказывает Андрей Кесарийский, ссылаясь на 12 главу. В отместку за изгнание дьявол вредит людям. Экумении, Примасии, они пытаются в своем комментарии на апокалипсис как бы распознать причину ненависти дьявола по отношению к роду человеческому. И вместе с нечистыми духами демоны, бесы изгоняются в людей, которые слишком привязаны к земному. Так описывает это в своем комментарии на апокалипсис Цезарий Арский. Отступник назван дьяволом за клевету на Бога. Вот эту точку зрения в 12 главе высказывает Андрей Кесарийский в своем толковании на 12 главу. Ангелы поют победную песнь Богу по низвержению сатаны и называют людей братьями. Это комментарий Экумения. В искупленных Бог являет благость, в одержимых справедливость наказания. Это Примасии и Экумений. Плащ слезы наказываемых, песнь веселья в устах святых. А теперь мы перейдем к самому тексту этой главы. «И явилось на небе великое знамение, жена, обреченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения». Вот это описание, его, конечно, надо распознать. Жена стоит на луне. Луна символизирует собой Ветхий Завет и пророчество о Христе и о Церкви, которые содержатся в Ветхом Завете. Жена, обреченная в солнце, как бы готовая родить солнце или уже являющая свет солнца, то есть Христа. Дева Мария являет миру Христа и Церковь, проповедуя о Христе, являет миру Христа. То, что на голове ее венец из 12 звезд, действительно основание Церкви, это апостольский век, святые апостолы, они же были радостью и для Пресвятой Девы Марии. Когда мы читаем события, связанные с днем ее успения, мы видим, как на облаках Господь собрал апостолов, чтобы они успели бы проститься с нею в день ее успения. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. По отношению к Церкви, Церковь рождает ко спасению многих людей, и не всегда легко это происходит. Иногда действительно муки рождения одного человека, могут занимать целые годы и десятилетия, прежде чем он образумится и поймет пути истины. По отношению к Деве Марии муки рождения неприемлемы, потому что отцы древние считали, что Рождество Христово было безболезненно, потому что он проходит через ее чрево, выходя в этот мир, дверями затворенными, ничего не повреждая в ее детстве. Как дверями затворенными он пришел в Семскую горницу, поэтому это более правильно относить к мукам рождения, которые переживают миссионеры, святители, проповедники истины, призывая людей ко Христу. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон. Это реакция дьявола на церковь и на то служение, которое она совершает. Почему дракон называется красным? Святые отцы объясняют это его кровожадностью. Семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Давайте разберем этот образ. Семь голов — это противостояние каждому дню в жизни христианина, в некотором смысле, но это и борение против таинства церкви, против присутствия благодати. А десять рогов — это бороться с десятью заповедями божьими. Задача дьявола — опрокинуть каждую из заповедей, как сейчас уже прелюбодеяние, это уже не прелюбодеяние, в некотором смысле убийство в виде эвтаназии или абортов — это уже тоже как бы не убийство считается. То есть дьявол, дракон, он этими своими рогами десятью бодается против каждой заповеди божьей. А диадимы, которыми увенчаны его головы, это тщеславие. Дьявол превознесен, он очень тщеславен, и он тщеславен прежде всего в своих последователях, которые уже чувствуют, что христианство — это как бы пройденный этап в истории рода человеческого, теперь они созидают новый мир, теперь они даже уже не будут маскироваться, открыто будут насаждать сатанизм. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Звезды — это святители церкви, это те, которые сияют, потому что обратили многих ко Христу. И такие авторы-экзегеты, как Ефрем Сирин, Мефодий и другие, они настаивают на том, что да, отступничество будет и в христианском мире, и как звезды с неба посыпятся в объятия дьявола некоторые нестойкие в Христовой вере. «Дракон сей стал предженою», то есть он как бы противостоит церкви, в то же время Деве Марии. Здесь эти два образа, они как бы немножко совмещены. «Дракон стал предженою» по отношению к Деве Марии, это царь Ирод со своим дьявольским коварством и с приказом перебить всех младенцев от двух лет и ниже, а по отношению к церкви это неистовство дьявола против тех, которые сохраняют верность Христу как своему царю. «Дракон сей стал предженою, которой надлежало родить». Церковь все время пребывает в процессе рождения новых чад, «Дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Здесь и коварство царя Ирода, который говорил Волхвам, «Скажите мне место, где он родится, и я пойду тоже поклонюсь ему». А на самом деле, как злобный дракон, он хотел уничтожить Бога-младенца Иисуса. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Вот здесь рожденный младенец мужеского пола, это указание на христианское духовенство, которое может быть только мужеского пола, и назначение священников пасти народы жезлом железным, то есть со строгостью, прежде всего, по отношению к себе самим, потом по отношению к другим. Хотя этот образ перекликается, опять же, со Христом, который потом вознесся на небо. И это не случайно, потому что Христос – глава церкви, а церковь – есть тело Христова. И многие пророчества, связанные со Христом, в Ветхом и в Новом Завете, они также связаны и с церковью. «А жена убежала в пустыню». Здесь говорится о церкви периода пустыни, когда гонения станут невыносимыми, и христиане начнут покидать города из-за гонений, из-за преследований. Но и там Бог будет оберегать верных своих. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. То есть все то время, когда зло наиболее интенсивно будет проявляться во дне Антихриста, духовным питанием народ Божий не будет оставлен. Потому что Христос сказал о таинстве святого причастия, «Се творите мое вспоминание, пока я не приду». И божественное в Христос будет совершаться даже в церкви периода пустыни, гонений. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона». Здесь говорится о войне, которая была при сотворении мира, где в книге «Бытия» в первой главе говорится и отделил Бог свет от тьмы. И в то же время о последней брани. Потому что первая война, она предопределила брань последнего дня. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. То есть весь духовный космос был объят войной между силами добра и зла. когда архистратик Михаил огласил духовный космос кликом «Кто за Господа ко мне?» Это праздник собора архистратига Михаила. И верные Господу ангелы собрались вокруг него. А дьявол и мятежные ангелы, до трети ангелов он увлек за собою при сотворении мира, они были низвержены в пространство между небом и землей. Иногда спрашивают «А почему между небом и землей?» Потому что в Писании сказано «Небо, небо Господу, а землю Он отдался нам человеческим». Они не могут находиться на небе, там только Господь и преданные Ему ангелы и святые, и не могут находиться на земле, она отдана человекам. И они находятся в пространстве поднебесной, как апостол Павел пишет, «Наша брань не против крови и плоти, а против сил злобой поднебесной». И вот здесь нам надо ответить на вопрос, на который обращали внимание святые отцы, а почему же дьявол нас так ненавидит? Потому что, как пишет Ан-Дамаскин в точном изложении веры, дьявол когда-то был ангелом, хранителем планеты Земля, ни больше, ни меньше. Но после того, как он возгордился и выпал из духовного мира, то за ним выпали треть ангелов. Некоторые отцы говорят, люди и были созданы для того, чтобы восполнить число отпадших ангелов, хотя не все отцы разделяли эту точку зрения. И, конечно, для дьявола это повод для зависти. Он созданный из света, потерял власть над землею, а созданный из праха земного, люди заняли его место на этой планете и в своей будущности имеют небесное царствие, откуда он окончательно был низвержен. «И низвержен был великий дракон, древний змей, то есть как первый раз низвержен, так и второй, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, и низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». На самом деле имеется в виду пространство между небом и землею. А Брайль в последние дни лукавый будет действовать через Антихриста. А так как Антихрист – это человеческое существо, то будет осуществляться попытка захватить власть на земле, чтобы вернуть ее потом дьяволу. И Иоанн Богослов далее пишет, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе ныне, настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник». Вот это имя дьявола означает «тот, кто клевещет на народ Божий». «Потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавшие на них перед Богом нашим день и ночь, они», то есть святые, «победили его кровью Агнца», то есть кровью Господа Иисуса Христа, мы одерживаем победы над силами зла, «и словом свидетельства своего», то есть проповедью Евангелия, чистого Слова Божия, «и не возлюбили души своей даже до смерти», то есть даже ради каких-то преимуществ благ собственной жизни, даже до смерти верующие сохраняли верность Христу и не поклонились дьяволу и его антихристу. «И так веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот когда Христос умирает на кресте, произносит слова «свершилось», он сковал дьявола, змеи древнего, и заключил его в бездну. Но на малое время, вот именно во дне антихристов, он будет освобожден. И именно об этих днях и говорится здесь «горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Всего три с половиной года. Сошел на море, это не значит, что поселился на каком-нибудь острове там или на лайнере. Имеется в виду мир политики, который весь забрызган человеческой кровью. Политиканы развязывают ужасные войны. Иногда создается впечатление, что у некоторых из них вместо человеческих голов какие-то ядерные боеголовки. Они совершенно не способны рассуждать о мире, они провоцируют друг друга. И это все проистекает от ярости дьявола, который стал их господином. И далее мы читаем, это 12 глава, 13 стих и ниже. Тоже очень важный абзац. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену». То есть во дни Антихриста гонения будут самые интенсивные. Которые родила младенца мужеского пола, мы уже определились, это и Христос, и христианское духовенство. Оно будет подвергнуто более интенсивным формам преследования и гонений. Поэтому, если мы слышим, что-то плохое говорится на священство, мы должны реагировать, как если о родном отце нашем кто-то скажет плохое слово, как мы должны к этому отнестись? Так, как отнесся праведный Иофет и праведный Сим, а не так, как отнесся праведный Хам, который смеялся над наготою Отца и оказался проклятым. Сохраняя верность Церкви, Христу, Евангелию и духовенству, мы сохраняем верность Церкви как Царству Божию здесь на земле. Собственно говоря, мы становимся подданными Царствию Небесное, когда вступаем в Святую Церковь. Ибо для кого Церковь не мать, для того Бог не Отец, как говорил Киприан Карафагенский. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летала в пустыню, в своё место, от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времён и полувремени». Что это за два крыла? Это Ветхий и Новый Завет. Библия состоит из двух этих крыльев, и Церковь в пустыне выживет, только сохраняя верность библейскому откровению. А о пропитании в Христическом Господь позаботится, хотя будут и священники-отступники, и будут предатели среди самого верующего народа, но в то же время будет сохраняться истинное священство трёхчинное и епископат, и пресвятариат, и деканат, и они будут совершители таинств для Церкви периода пустыни. И какие же действия по отношению к Церкви пустыни предпринимает дьявол? «И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь её рекою». Вот на что указывает это сомнение? «Как реку», то есть как бы реку, как бы воду. Вода – это символ Слова Божия. А в пустыню будут пущены вот эти ереси, еретические переводы Священного Писания, искажения веры святых отцов. Потому что если людей нельзя сломить открытыми гонениями, может быть, попробовать исказить их сами вероубеждения. Вот такую попытку предпримет змей древний. Но что произойдёт? «Но земля поглотила, но земля помогла жене». Она как бы поглотила её, спрятала. «И разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую опустил дракон из пасти своей». То есть, что значит, земля поглотила, и земля в то же время убежище, пустыня убежище для верующих. Сами страдания, сами гонения, которые мы будем претерпевать за нашу святую веру, они помогут нам распознавать ересь от правоверия. Человек, который молится утром и ночью, человек, который соблюдает посты, человек, который сохраняет верность Христу, его Господь не оставит своей благодатью, и он сумеет распознать, что есть что на самом деле. «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». То есть, те, которые верны церкви, это те, которые от семени ее. «Сохраняющими заповеди Божие», вот кого можно называть церковными людьми, «и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Почему именно эти два момента определяют нашу причастность к семени церковному? Потому что человек должен стремиться исполнять Божий закон, заповедь Божия, это Господне руководство к действию. Но там, где у него не получается, он может прибегать к спасительным таинствам через свидетельство Иисуса Христа о том, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя, сие творите мое вспоминание, пока я не приду». Вот в этой 12 главе мы видим, как очень подробно описываются события периода церкви пустыни, и в то же время показана первая битва Архистатига Михаила с силами зла еще до сотворения человека. И она же как бы проекция на последние сражения во дни Антихриста, та брань в долине Исофата, которая называется в писании Армагеддон. Продолжение следует...